Антон Лапшин – вегетарианец со стажем. Не ест мясо уже седьмой год. Расхожее мнение о необходимости мясной пищи для здорового существования разрушает собственным примером. Чувствует себя отлично, болеет редко. О стройности и подтянутости фигуры – скорее следствие умеренности к пище. Но, по его словам, вегетарианцами могут стать и те, кто любит сытно поесть. Самые калорийные продукты, которые калорийнее мясо гораздо – это бобовые, орехи, та же самая соя. Я, например, не особо любитель сои, поэтому я не так часто ее употребляю. Я им сыр. Самые популярные продукты на столе любого вегетарианца – это овощи. Их жарят, варят, тушат и, конечно же, употребляют в сыром виде. Тыква и кабачок обжарены на сковородке, приправленные специями и зеленью. По мнению Антона, идеальное блюдо на обед. Готовится не дольше 10 минут, но перед употреблением важно добавить последний штрих. Вот и все. Собственно, вегетарианское блюдо готово. Оказывается, для того, чтобы сытно поесть по-вегетариански, не обязательно отказываться от привычных блюд. Пицца, пирожки и борщ с бобами вместо мяса – все это можно найти в специализированных вегетарианских кафе. Аудитория таких заведений с каждым годом растет. С каждым годом вегетарианцев становится больше. Люди понимают, что если придерживаться этой диеты, будет здоровье лучше. Это раз, это точно на себе проверено. Я 7 лет вегетарианец. Настроение улучшается. Жизнь становится светлее, легче, меньше проблем. Проблем, может быть, столько же, они меньше прилипают, потому что стержень крепче становится у вегетарианцев. И благодаря, может быть, и нашему кафе люди становятся вегетарианцами, потому что у нас тут многие не вегетарианцы, которые ходят. К нам дотихоньку все больше и больше вегетарианцев. По оценкам специалистов, в столице Приморья проживает уже около 10 тысяч вегетарианцев. Правда, плотно поесть они могут далеко не в каждом заведении общепита. Согласно последним исследованиям, вегетарианское меню есть только в 6% кафе и ресторанов Владивостока. Почему предприниматели города упускают собственную выгоду, этот вопрос остается открытым. Все, Влад Крапивин, Андрей Липунов. Новости на канале ТНТ Владивосток.